Привет всем и добро пожаловать на новый урок, посвященный опять же групповым кью. Это часть третья, в котором расскажу про две вещи. В первую очередь, как быть с загрузкой вашего шоу файл с групповым кью в старый софт, а также конвертация вообще этих групповых кью в обычный кью и обратно. И второй момент. Я покажу, насколько мощно это все-таки работает, групповый кью, и что делать, если даже весь шоу файл, весь патч удален. Смотрите. Значит, в первую очередь, групповый кью функция поддерживается с версии 1.9.2.0. То есть, если вы сейчас начали записывать ваш шоу файл в групповый кью, а потом приезжаете на площадку и вам дают пульт с более старой версией, и нет возможности обновить ее до последней беты, или до последней стабильной, где поддерживается групповый кью, вам в первую очередь надо будет конвертировать ваши кьюшки в старый формат. Это делается таким образом. Если вы заходите в кью-стор, здесь находятся все ваши кьюшки, которые вы сохранили, и вы можете увидеть две дополнительные клавиши, которые называются setGroupQueue и setHeadQueue. Что это означает? Это означает, что если вы записали групповую кью в последних версиях, и вам надо потом этот плейбак, чтобы у вас работал в старой версии софта, где групповый кью не поддерживается, значит, выбираете тот или иной плейбак, а можете выбрать, можете не выбирать, если вы просто нажимаете setAllHeadQueue, если вы здесь нажать setAllHeadQueue, тогда все ваши плейбаки станут обычными плейбаками, то есть они станут у вас как обычные. Видите, как в каждый плейбак, это каждый индивидуальный прибор. А если вы, наоборот, пытаетесь конвертировать ваш старый шоу-файл в новый режим с групповыми кью, опять же, где возможно это будет, то если вы зажмете shift, нажмете setAllGroupQueue или индивидуально выберите нужный плейбак, и нажмете setGroupQueue, пульт попытается сконвертировать информацию в этом плейбаке, и конвертировать ее в групповое кью. То есть после этого он будет работать динамично, то есть с этой группой приборов. Опять же, это, к сожалению, не работает 100% гарантированно на все кью, потому что, особенно если у вас там позиции разные были на каждый прибор, либо гоба была разная на разные приборы, в те моменты пульт не сможет конвертироваться. Но он попытается сделать все, что возможно, там цвета, диммер и так далее, чтобы было прикреплено к группе. И он это сделает. Опять же, это в QueueStore, setGroupQueue, setHeadQueue, или shift, setAllGroupQueue, или setAllHeadQueue. Если вы не сконвертируете, у вас этот шоу не будет работать. Итак, значит, с этим мы закрыли дело. И, значит, следующий момент, который я вам покажу, это, насколько мощно сидят все-таки групповые Queue. Если, скажем, я включил вот групповые Queue, и давайте сохраню пару Queue, чисто для примера. Скажем, вот я поверну сюда. Нет, что-то слишком много. Раздвину приборы веером. И, например, сохраню их сюда, как одно Queue, а потом другое я сделаю сюда. И, например, скажем, shiftFan, сделаю two parts, и, скажем, по Pan, я поменяю приборы вот таким вот образом. Вот, я сделал это и сохраню второй плейбэк вот сюда. Итак, да, запомнили, мы сохранили вот эти два плейбэка как групповые Queue. И теперь покажу вам очень интересный эксперимент. Значит, как вы знаете, в любых пультах правило такое. То, что вы пропатчили эти пульты, эти приборы, я так думаю, что это на всех пультах распространяется. Если вы использовали тот или иной прибор в том или ином плейбэке, значит, там все-таки он прикрепляется к прибору, ну, или в нашем случае вот группе прикрепляется и так далее. Но что будет, если на вашем пульте удалить полностью весь патч? Что будет? Вы получаете и потом пропатчить новые приборы. Что будет? Ничего не будет, у вас не будут плейбэки работать, потому что тех приборов уже нету, а как только вы удаляете патч, вы удаляете любую связку прибора к плейбэкам. Теперь я вам покажу трюк. Заходите в окно патч, вот все мои приборы, это обычный ShowFile Demo, смотри, что я делаю. Я беру Shift, Command A или Control A, выбрал все приборы, нажимаю Remove и говорю удалить. Все удалил. Как вы видите, ничего не осталось. Все правильно? Теперь, по сути, ничего не должно работать. Правильно? Я сейчас покажу небольшой трюк. Давайте зайдем в окно патч, нажму Choose Head, выбираете любые приборы, опять же, для моего примера, как в прошлый раз, я выберу пусть будут те же самые BMFL. Выбор BMFL, нажимаю Search, прибор, BMFL, Mode, опять же, патчу, ну пусть будут те же самые 20 приборов, как я на прошлом примере сделал, Vis Head, Attach Objects, Insert, Truss, то есть я добавил трасс, на 25 метров его сделал, растянул, и в Selected Head я просто прикреплю приборы на этот раз. Все. У нас ничего, кроме этих новых приборов не висит. Больше ничего не пропатчено. Правильно? Теперь смотрите. Мы знаем, что в моих плейбаках здесь я использовал группу 7. Правильно? Я сейчас пропатчил новый прибор, совершенно новый. Весь патч удален. Я просто теперь выбираю группу, нажимаю Record и кликаю на группу 7. И теперь нажимаю заменить. Замени, пожалуйста. Теперь нажимаю Clear и давайте запустим наш плейбак. Вот и все. То, что я хотел показать, что приборы автоматически подхватились из вашего плейбака, потому что я просто поменял в группе на новый прибор. И как вы можете обратить внимание, пускай даже с полностью удаленным патчем MagicQ сохраняет эти данные и можете использовать их снова. Заходите сюда. Вот, пожалуйста. У вас все работает. Шикарно. Вот. Это очень мощная функция, я сказал. Легко заменяется. Либо даже, если мне надо было, я просто мог бы удалить эту группу, отсюда убрать, поставить сюда новую группу и пульт бы у меня подхватил бы эти новые приборы и на них бы все раскидалось новой программой. А, еще, что я хотел вам рассказать, это о том, что почему групповой Q более мощнее инструмент, чем, скажем, функция клонирования и морфинга. То есть, в разных пультах она называется по-разному. Разница заключается в том, что когда вы меняете, вы делаете морф, то есть вы превращаете один прибор в другой, вы теряете часть каналов, которые новый прибор не поддерживает. То есть, если, скажем, вы использовали Moving Head LED Wash, в которых у вас, скажем, сейчас я тут запущу, просто чтобы у вас был этот, вот, если вы использовали Moving Head LED Wash в вашем программировании, то, скажем, будет у вас как вот эти приборы R2 Wash, если вы использовали эти приборы и, скажем, вы сохранили позицию, Zoom и так далее, при морфинге этих приборов в обычные LED-пары вы потеряете информацию по позиции и теряете информацию по, например, Zoom. Потому что, что потом, позже, конвертировать, при позже конвертации этих обычных LED-паров в, опять же, какой-то LED Moving Head Wash, вы потеряли всю информацию по Puntil2 и Zoom, которая была у первых источников приборов. А при замене приборов в группе или когда при замене приборов в групповых Q, вы эту информацию не теряете. Давайте я покажу быстренький пример. Если я выберу Prefer Group Cues и, скажем, выберу Rock R2 Wash и, скажем, поставлю позицию, цвет и пусть будет Zoom. то когда вы сохраните эту информацию в плейбаке, зайдете сюда, вы увидите, что у вас в этой группе сохранено не только... у вас сохранено получается вся информация по прибору, там, Rotation, Zoom и так далее. То есть вы все сохранили. Теперь, когда вы будете делать, скажем, если вы сделали бы морфинг приборов, то тогда вы бы потеряли бы при обычном негрупповых кью, вы бы потеряли информацию по Puntil2 и по Zoom, когда вы меняли бы эти приборы на обычные LED-пары. А при обмене в групповых кью, все, что вам надо будет сделать, это просто поменять группу. Если вы поменяли группу приборов, эффект просто сядет на новую группу приборов и оставится информация. То есть, если в данный момент, скажем, Zoom не применим к этому прибору, но он его просто проигнорирует. А если вы делали морфинг, вы потеряли эту информацию, потому что у прибора нет этой функции. Это вот все, что я хотел вам добавить. Это все на сегодня. Спасибо большое, что посмотрели мое видео. Хорошего вечера и пока!